Ректора Академии всех преподавателей Ректора Академии 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 и города Севастополя, и Крымская война 1953-1956 годов, когда Россия воевала практически со всем цивилизованным миром за Крым и ее сопротивление. Несмотря на тяжелое поражение в этой войне и вынужденное потопление Черноморского флота, все равно это сопротивление позволило сохранить Крым в составе Российской империи. Все, конечно, изучавшие истории, помнят подвиги защитников Крыма, Великую Отечественную войну, защиту Севастополя практически в течение целого года, в 1941-1942 годах. И знаковое политическое, политико-дипломатическое событие Ялтинского конференцию, которая прошла в феврале 1945 года в Левадии, в Царском дворце бывшем, на которой лидеры тогдашней антигитлеровской коалиции, Сталин, Рузвельт и Черчилль, определили политическую карту, будущую политическую карту мира. Крым – это и гуманитарное знаковое место для нашей страны, для нашей нации. Там жили и творили наши гении Александр Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов, Велимир Хлебников – это Коктебель, писательский городок знаменитый. Это многие наши художники, которые получали вдохновение, работая в Крыму, в том числе, конечно, и главный из них – великий маринист Ивазовский. Это и другие наши творческие люди, работники, которые черпали свое вдохновение на Черноморском побережье Крыма. В Крыму с тревогой и волнением наблюдали за теми событиями, которые, между тем, разворачивались в январе-феврале прошлого года в Киеве, в западных и центральных регионах Украины. В конце 2013-го, начале 2014-го года, как вы знаете, резко наблюдался резкий рост агрессивного радикального национализма, роста нетерпимости, развивалась антироссийская истерия. И начались антиконституционные действия, уличные беспорядки, так называемый Киевский Майдан, которые привели к захвату административных зданий, отделений полиции и воинских частей, формированию и вооружению боевых штурмовых отрядов националистов и фашистов, так называемого правого сектора. И все эти события, как вы сами понимаете, не могли не заставить жителей полуострова задуматься о перспективах их будущей жизни. Глядя на объяснующиеся толпы в масках и с фашистскими шевронами, на рукавах, которые с коктейлями молотого штурмовали здания высших органов государственного управления Украины, нападали на пассивно защищающихся полицейских, поджигали сотни тысяч покрышек в историческом центре города. Они понимали, что перед ними реально возникает угроза подобных действий. Оптимизма, конечно, жителям Крыма, 86% из которых русскоязычные были четко жители, не предавала и антироссийская, антирусская риторика вождей и активистов Майдана. Скандирование звереющими националистами скачущими толпами лозунгов и речевок, слоганов типа «Москалей на виселицу», «Москалей на ножи», «Бандера придет, порядок наведет», «Слава нации, смерть врагам». И, естественно, крымчане начали реально опасаться за свои жизни, за жизни членов своих семей, за жизни своих детей. Ускорение развития событий произошло после вооруженного государственного переворота на Украине 22 февраля 2014 года, когда правый сектор и поддерживающие его политические силы, несмотря на соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине, подписанное президентом Януковичем, лидерами оппозиции, при одобрении министров иностранных дел Польши, Германии и высокопоставленного представителя МИД Франции, подписали соглашение, в соответствии с которым должно было произойти урегулирование ситуации. В ночь на 22 и на 23 февраля произошел государственный переворот. В одночасье был зачищен путем угроз физической расправы депутатский состав Верховной Рады парламента, ставший фактическим проявлением одним из самых ярких и первых нарушений всех норм, правил и законов, которые существовали на суверенной Украине. Без соблюдения хоть какой-либо видимости законности и конституционных норм господин Турчинов был назначен исполняющим обязанности президента Украины, при живом, не подававшем в отставку и не подвергнутому импичменту президентом Януковича. Весьма показательный факт того, что на второй день после переворота, 23 февраля, было принято решение Верховной Рады об отмене закона об основах государственной языковой политики. Закона, хотя весьма и половинчатого, но все же дававшего русскому языку, а также другим региональным языкам, на которых говорят на Украине национальные меньшинства, определенные права на развитие в виде региональных языков. Пусть и не вступившее в силу данное решение явилось четким показателем истинных намерений людей, которые пришли к власти в Киеве. Дополнительными сигналами, в кавычках, намерений новых властей стал поджог правым сектором автобусов с безоружными крымчанами, возвращавшимися из Киева после участия в мирных антимайдановских акциях, попытка силового захвата здания Верховного Совета Автономной Республики Крым в Симферополе, подготовка боевиков правого сектора и подразделения вооруженных сил Украины к вторжению на полуостров. В этих условиях перед властями и жителями Крыма стал вопрос, как защищаться от националистической угрозы, которая начинала просачиваться на полуостров, как противостоять тем деструктивным силам, ультрарадикалам, которые стали раскачивать ситуацию и пытались задействовать на полуострове майданные технологии, которые также одновременно начали применяться и в восточных и в южных областях Украины. Вывод для подавляющего большинства населения Крыма был очевиден. С такой Украиной, с такими новыми властями в Киеве существование в одном государстве для крымчан было невозможно. А защита от явной очевидной опасности могла прийти только со стороны России. Именно из этого исходили крымские политики и население полуострова, когда они поставили вопрос о проведении референдума на полуострове о будущей судьбе Крыма. Оставаться ли ему в составе новой Украины или же взять курс на соединение с Россией. Напомню, что Крым был выведен из состава Российской Федерации во времена Советского Союза в октябре 1954 года. Это был своеобразный подарок Никиты Сергеевича Хрущева украинским властям, приуроченный к 300-летию проведения Переяславской Рады, на которой Богдан Хамельницкий объявил о присоединении Левобережной Украины к России. Проведенный в Крыму 16 марта прошлого года абсолютно легитимный референдум, он полностью соответствовал законодательству демократической допутчивой Украины, показал, что большинство населения однозначно выступает за Союз России, возвращение в состав российского государства. За это проголосовал, если я не ошибаюсь, 86% населения Крыма. Для России вопрос Крыма, как я уже говорил, имел и имеет особое значение и звучание. В Москве отчетливо видели, как радикал-националисты, захватившие в стране власть, стараются с помощью вооруженных провокаций и грубой силы установить свои порядки в Крыму, тем самым поставив под угрозу спокойствие и жизнь русского, русскоязычного, украинского и крымско-татарского населения полуострова. В массе своей несогласны с проводимой политикой новых украинских властей. Другими важными, тревожащими аспектами украинского кризиса были фактически переход киевских властей под внешнее управление и откровенно евроатлантическая переоритация новой власти в Киеве. Реальная перспектива появления на полуострове натовских сил была прямым вызовом законным интересам России, угрозам ее национальной безопасности, особенно в контексте пребывания Черноморского флота в Крыму, а также подрывала провозглашенные на высшем уровне в ОБСЕ и Совете России и НАТО принцип равной и неделимой безопасности в Евроатлантике. Решение об усилении российского присутствия на полуострове было обусловлено задачами недопущения распространения на Крым кровопроводных последствий госпереворота на Украине, который был совершен при открытой внешней поддержке в грубейшее нарушение суверенитета Украины и основополагающих норм международного права, предотвращение насильственных действий и провокации по отношению к русскоязычному населению Крыма со стороны радикал-националистов, а также обеспечению безопасной работы законных органов власти Автономной Республики Крым и свободного голосования жителей полуострова на референдуме, а также гарантирование безопасности объектов Черноморского флота. Части российского Черноморского флота находились в Крыму и Севастополе на основании соответствующих российско-украинских соглашений. После госпереворота в Киеве 22-23 февраля их численность была увеличена, но в итоге не превысила оговоренные в указанных соглашениях параметры, а они составляли до 25 тысяч военнослужащих. Черноморский флот Российской Федерации и его вспомогательные подразделения сыграли важную роль в предотвращении кровопролитных столкновений, недопущении расположенных там формированием вооруженных сил Украины, во исполнение приказов захватившей власть в Киеве хунты при поддержке Запада. Действия российских военнослужащих, находившихся в Крыму в соответствии с соглашением о Черноморском флоте, при этом встретили полное понимание и поддержку как руководства республики, так и ее населения. С международно-правовой точки зрения населением Крыма было реализовано закрепленное в Уставе ООН право на самоопределение в соответствии с решениями законных властей Крыма о проведении указанного референдума, об объявлении независимости республики Крым и об обращении с просьбой о присоединении к Российской Федерации. В ответ на эти решения законных властей полуострова Крым был признан Россией в качестве независимого и суверенного государства сначала, а затем был заключен договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в состав Российской Федерации Крыма и Севастополя и образовании в Российской Федерации двух новых субъектов, который был подписан 18 марта прошлого года. Подлинным показателем отношения населения Крыма к ситуации весны прошлого года является тот факт, что все события на полуострове проходили миллерно, без каких-либо эксцессов и потрясений, были бескровно нейтрализованы многочисленные попытки, засылавшихся из Киева национал-радикалов, взорвать ситуацию и спровоцировать кровопролитие через силовые провокации и разжигание межнациональной розни. Энтузиазм жителей Крыма и Севастополя, вернувшихся в состав российского государства, лучше всяких слов подтверждает правильность действий предпринятых России, в том числе по обеспечению безопасных условий для свободного воли и заявления на референдуме 16 марта 2014 года. Выбор крымчан был убедительно подтвержден на региональных выборах, которые были проведены осенью прошлого года в сентябре месяце. Любые инсинуации по поводу некоего принуждения жителей Крыма предпринимаются, как мы считаем, с негодными геополитическими целями. Без поддержки со стороны России Крыму и его жителям, как это сегодня очевидно, была уготовлена судьба Юго-Востока Украины, участь сожженных неонацистами мирных граждан Одессы 2 мая прошлого года, участь расстрелянных в Мариуполе в День Победы прошлого года милиционеров и других жертв национал-радикалов, которые стали опорой организаторов госпереворота в Киеве. Конструктивные миротворческие усилия, которые осуществляются сегодня в мире в целом, и особенно на постсоветском пространстве, хорошо осознают и руководители, и рядовые граждане стран Центральной Азии. Я уже перехожу ко второму своему разделу выступления. Россия дорожит тем, что центрально-азиатские государства рассматривают Россию в качестве ключевого партнера, причем не только в сфере экономики, но и в области обеспечения национальной и региональной безопасности. И это не случайно. Россия действительно и территориально, и исторически наиболее близкий и надежный союзник для стран Центральной Азии перед лицом как инспирируемых цветных революций, так и угрозы, исходящие с территории Афганистана. А угрозы, как мы все понимаем, экстремизма и терроризма, нередко прикрывающегося псевдомусульманской идеологии. Такой подход определен в утвержденной президентом Российской Федерации 12 февраля 2013 года новой редакции концепции внешней политики Российской Федерации. В этом документе четко прописано, что Россия будет наращивать сотрудничество с государствами и участниками Содружества независимых государств в сфере обеспечения взаимной безопасности, включая совместное противодействие общим вызовам и угрозам, прежде всего международному терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, транснациональной преступности, незаконной миграции. Первостепенными задачами являются нейтрализация данных угроз, исходящих с территории Афганистана, недопущение дестабилизации обстановки в Центральной Азии и Закавказье. Россия, как великая евразийская держава, играла и будет играть свою особую и при том весьма значительную роль в развитии Центральной Азии. Речь при этом идет как о взаимодействии в двусторонних форматах, так и сотрудничестве в рамках международной организации, прежде всего Содружества независимых государств, Организации договора коллективной безопасности, Шанханской организации сотрудничества. Кстати, к слову говоря, 2-3 апреля здесь, в Бишкеке, пройдет заседание Совета Министров иностранных дел и Сотружества независимых государств. И, конечно, нельзя не сказать о наиболее продвинутой форме интеграции здесь в регионе, о евразийской, в основе которой лежит, особо подчеркну, это экономические цели, которые преследуют государства, входящие, уже входящие и находящиеся на пути принятия в ЕАЭС, в числе которых, как вы знаете, является и Киргизия. В данном контексте с особым удовлетворением хотел бы констатировать, что по целому ряду аспектов отношений Российской Федерации и Киргизской Республики представляются наиболее продвинутыми и, в известной мере, даже показательными. И это отнюдь не случайно. Еще в 2000 году между нашими странами была подписана Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве, провозглашенная в этом документе неизменная приверженность отношениям союзничества и стратегического партнерства, определяющим содержание и характер наших отношений и взаимодействия как в двустороннем формате, так и на международной арене, в последние годы приобрела новое по качеству, более масштабное звучание. Мощным импульсом для развития наших отношений стал официальный визит в Киргизскую Республику президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который состоялся в сентябре 2012 года. В ходе визита были подписаны важнейшие и без преувеличения судьбоносные документы. Прежде всего, это облегчение тяжелейшего долгового времени Киргизской Республики в результате списания почти 500-миллионной задолженности перед Россией. Это соглашение о строительстве и эксплуатации Камбуратинской ГЭС-1 и Верхненаринского каскада ГЭС, которые не только призваны обеспечить энергетическую безопасность и независимость Киргизии, но и закладывают прочный базис для поступательного развития всей национальной экономики. Заключенное тогда же соглашение о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Киргизской Республики предусматривает оказание России конкретных мер по укреплению обороноспособности Республики. В совместном заявлении президентов, принятых в ходе визита, четко обозначен их настрой на дальнейшее продолжение двустороннего диалога на высшем уровне в интересах повышения эффективности взаимодействия в различных сферах, дальнейшего наполнения отношений стратегического партнерства между нашими странами и конкретным содержанием. Далее в этом программном документе, а конкретно буквально по пунктам, обозначены основные направления развития двусторонних отношений. В рамках экономического досье, помимо упомянутых мною энергетических проектов, речь идет о дальнейшей отраслевой диверсификации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Прежде всего имеется в виду реализация проектов в области нефтегазового комплекса, а также стимулирование выхода на киргизский рынок российских инвесторов и бизнесменов, расширение прямых торгово-экономических и культурных связей. Сейчас мы можем уже говорить о первых достигнутых за прошедшие со времени визита два с половиной года результатах. Россия остается ведущим торговым партнером Бишкека. Это вновь подтвердил президент России в ходе последней встречи со своим киргизским коллегой Атамбаевым в Сочи в феврале этого года и в ходе последней встречи, которая состоялась 16 марта в Санкт-Петербурге. Наш президент подчеркнул, что Киргизстан является одним из стратегических союзников России в Центральной Азии. В стадии практической реализации находится строительство Верхненарынского каскада ГЭС. Завершаются подготовительные работы и подготовка технико-экономического обоснования по строительству Камбаратинской ГЭС-1. 10 апреля 2014 года было подписано итоговое соглашение о продаже акционерного общества Киргизгаз российскому Газпрому, в соответствии с которым создано новое предприятие Газпром Кыргызстан. В соответствии с этим документом Газпром обязался вложить в развитие газовой отрасли Киргизии громадные инвестиции. Последний раз, когда сюда приезжал Алексей Борисович Миллер, председатель правления Газпрома, на открытом заседании правительства, была озвучена сумма в 45 миллиардов суммах. А также погасить имевшиеся на тот момент в наличии долги Киргизгаза в размере 40 миллионов долларов. В ближайшее время начнется модернизация газовых сетей Киргизии. Впервые за всю историю существования киргизской государственности, в том числе и в рамках Советского Союза, газ будет проведен во все семь областей республики. То есть он будет проведен туда, где его никогда не было. В том числе в высокогорные районы Иссык-Кульской и Нарынской областей. В ближайшее время начнется модернизация газовых всех сетей Киргизии, которые не ремонтировались с 1991 года практически и сейчас вот с учетом с применением новых технологий, вся эта система будет создаваться заново. Параллельно Газпром, как вы знаете, который является социально ориентированной компанией, приступает к строительству социально значимых объектов, прежде всего объектов спортивной инфраструктуры, которые нацелены на использование молодежью и школьниками. В совместных планах геологоразведка площадок Кукузи. Кроме того, хотел бы отметить факты того, что на российский рынок пришли другие компании. Появился первый действительно российский банк, так называемый российский инвестиционный банк. Это дочка инвестторгбанка крупного российского холдинга. Здесь начали работу столичное страховое общество, страховая компания «Арсенал Кыргызстан». Российские компании работают над проектом создания логистического центра в аэропорте Манаси. «Роснефть» купила у сеть заправок «Бишкек Петролиум». Можно приводить, наверное, и другие менее значимые факты, но у нас есть лимит времени. Большие возможности открываются для сотрудничества в агропромышленной сфере. Прорабатывается проект товаропроводящей системы по поставкам сельхозпродукции из Киргизии в Россию. Идет подготовка к созданию здесь регионального центра при реализации российских минеральных удобрений, открытие которого позволит киргизским фермерам приобретать их по цене производителей, минует цепочку посредников. Рассматривается и возможность поставки сюда российских сельхозмашин и оборудования. Хочу подчеркнуть, что российские потребители очень высоко оценивают вкусовые качества и экологическую частоту киргизской сельхозпродукции. Важно поэтому не только механистически наращивать объемы производства и экспорта этой продукции, а выстроить и отладить всю логистическую цепочку ее производства, взращивания с сохранением вот этих вот параметров экологических, а также обеспечить самый эффективный сбор урожая и его хранение, упаковку по современным стандартам и доставку до торговых российских сетей. На эти средства планируется направить часть средств вновь создаваемого, можно сказать, уже созданного Российско-Киргизского фонда развития. В его капитал Российская Федерация безвозмездно выделила 500 млн долларов, еще 500 млн долларов будут привлекаться по минимальным процентам, насколько я помню, там 1% плюс Либр для осуществления вот этих всех важных для Киргизии ее экономики, ее народа проектов. Сама логика развития наших торгово-экономических связей диктует необходимость углубления интеграции наших экономик. И поэтому считаю, что для всех очевидно логическое присоединение Бишкека к евразийскому интеграционному проекту. Как вы знаете, 23 декабря прошлого года президент Атамбаев подписал в Москве договор о присоединении республики к Евразийскому экономическому союзу. До этого, 29 мая, в Эстане были подписаны дорожные карты, так называемые, то есть это планы мероприятий по присоединению республики к таможенному союзу и единому экономическому пространству трех республик на тот момент, России, Белоруссии и Казахстана. Но вступление Киргизии в Евразийский экономический союз, как бы сказать, оно захватывает более широкие сферы деятельности, экономики. Поэтому таможенный союз, для вашего понимания, и единое экономическое пространство являются частями вот этого уже успешно функционирующего в составе четырех государств, с 1 января в него вошла Армения, экономического союза. При вступлении в Евразийский экономический союз Киргизия получит выгоды по целому спектру направлений. Прежде всего, это единый рынок товаров, который позволит реализовывать киргизскую продукцию в других странах союза без дополнительных издержек. Во-вторых, это единый энергетический рынок в рамках единого экономического пространства, который позволит Киргизии получить доступ к нефти и газу по льготным ценам. В-третьих, это единый рынок услуг, который предполагает взаимное признание лицензий, разрешение на осуществление предпринимательской деятельности, возможность осуществления этой деятельности без дополнительного учреждения юридических лиц, что позволит киргизским предпринимателям снизить, существенно снизить, я бы сказал, издержки и откроет им доступ на рынки стран таможенного союза. Формирование общего финансового рынка, это уже следующий шаг, будет способствовать и развитию инвестиционного сотрудничества Государств Союза. Таким образом, Бишкек получит новые возможности для развития национальной промышленности, а следовательно, для не только промышленности, а сельского хозяйства и других отраслей, прежде всего, конечно, сферы услуг, учитывая довольно развитую здесь туристическую отрасль, а следовательно, для создания новых рабочих мест и повышения занятости населения и снижения потребностей в трудовой миграции. Киргизия после вступления в Евразийский экономический союз станет привлекательной, более привлекательной страной для инвестиций. Потенциальному инвестору после 9 мая, на эту дату именно намечено завершение процессов по полноформатному присоединению Бишкека к ЕАЭС, будет необходимо, естественно, чтобы его вложения давали как можно большую отдачу. А это произойдет естественным образом, потому что перед ним откроется единомоментный потенциальный рынок в 180 миллионов человек. А Киргизия может предложить потребителям этого рынка большое число как своих товаров, так и своих услуг. Мы все знаем о богатых природных ресурсах, которые существуют здесь, о продукции горно-родной промышленности, о существующем здесь льготном инвестиционном климате, который обеспечен либеральным законодательством, о низкой стоимости недвижимости, рабочей силы, наличием наилей более выгодной в Союзе налоговой системы. Уровень НДС составляет всего лишь 12%, подоходный налог и налог на прибыль 10%, низким уровнем затрат на электроэнергию. До последнего времени это была цифра в пять раз меньше, чем в Российской Федерации. Вместе с тем присоединение Киргизии к Евразийскому экономическому союзу – это непростой и достаточно длительный процесс, который требует перестройки правового поля, отказа от реэкспортной направленности экономики, сложившейся в последние годы здесь, внедрение стандартов, принятых в других странах участниц союза. Здесь меньше проблем, потому что в Киргизии в основном сохранилось большинство тех технических стандартов и регламентов, которые существовали в Советском Союзе. Россия выразила готовность оказать киргизской стороне практическое содействие в решении этих вопросов. Как я уже говорил, для этих целей был учрежден Российско-Киргизский фонд развития. Первый, кстати говоря, транш из упомянутых мною 500 миллионов долларов, первый транш составил 100 миллионов долларов, уже поступил на банковские счета сюда, в Киргизию. Средства фонда будут использованы для реализации конкретных проектов в различных областях. Будет осуществляться финансирование, как правило, самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики. По согласованию, в частности, с президентом республики Алмазбек Шершеновичем Матамбаевым, в качестве приоритетных были названы агропромышленный комплекс, швейная, текстильная, обрабатывающая, горнодобывающая, металлургические промышленности, сфера транспорта, жилищное строительство, торговля, развитие и содействие предпринимательству, развитие инфраструктуры. Перечисленные преимущества членства в ЕАЭС положительно повлияют, по оценкам наших специалистов, на экономическое состояние страны, а следовательно, на качестве жизни граждан республики Кыргызстан. Нельзя не коснуться и такой темы, как облегчение условий деятельности для трудовых мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации, но, наверное, можем мы говорить и о Казахстане. Для Кыргызии это весьма важная и чувствительная тема. По данным Национального банка Кыргызстана, валовый приток переводов, направленных через системы переводов, за три квартала прошлого года составил 1,709,000,000 долларов. 95% этих причислений пришло из России. Это только по официальным банковским каналам. Все мы понимаем, что возвращающиеся из России мигранты в отпуска или во временные заезды сюда после 90 дней работы, они привозят и наличные деньги, по крайней мере, равные по размерам вот этим переводам банковским. То есть мы реально можем говорить о сумме, превышающей 3 миллиарда долларов. С 1 января 2015 года на территории Беларуси, Казахстана и России функционирует общий рынок труда, реализована свобода передвижения рабочей силы. Граждане этих государств работают в государстве союза на одних и тех же условиях, то есть на равных условиях для каждой из трех стран. В последующем, в ближайшем будущем, после 9 мая, после завершения процесса присоединения к Киргизии к ЕАЭС, на таких же условиях будут работать и киргизские граждане. Им больше не потребуется получение разрешений на работу в рамках союза. С созданием общего рынка труда все граждане стран ЕАЭС могут напрямую почувствовать преимущество этого союза. С 1 января 2015 года осуществляется взаимное признание дипломов. Оно производится в автоматическом порядке. Налог на доходы физических лиц граждан государств, членов ЕАЭС уплачивается по внутренней резидентской ставке с первых дней работы по найму. Граждане стран ЕАЭС не заполняют миграционные карты при пересечении внутренних границ стран Союза, если срок их пребывания на территории Союза не превышает 30 суток со дня выезда. Кроме того, мигранты и члены их семьи освобождаются от обязанности регистрации и постановки на учет в органах внутренних дел на срок пребывания до 30 суток. Другое важное преимущество членства Киргизии в Союзе для простых граждан – это возможность применения национального режима для всех граждан государств-участниц в части социального обеспечения, в том числе в части медицинского обслуживания. То есть в каждой стране в рамках ЕАЭС все медицинские услуги, гарантированные государством, равной степени будут достойны и для граждан Киргизстана. Речь в первую очередь идет о бесплатном оказании услуг скорой медицинской помощи, но также искать о других сферах. Что касается пенсий, то в договор ЕАЭС заложено обязательство решить вопрос с экспортом пенсии и зачетом трудового стажа, накопленного в другой стране участницы союза. В настоящее время управляющий орган Евразийского экономического союза, который называется Евразийская экономическая комиссия, сокращенная ЕАЭС совместно со странами-участниками, работает над договором о пенсионном обеспечении, который мы планируем запустить в действие в следующем году. Конечно, формат моей краткой не позволяет мне глубже раскрыть все аспекты разноплановых процессов, происходящих как в рамках ЕАЭС, так и в плане нашего двустороннего взаимодействия. За кадром оставлю детали нашего сотрудничества в военно-технических сферах, блок межрегиональных связей, сотрудничество к культурно-гуманитарной области, меры по удовлетворению национально-культурных потребностей киргизской диаспоры в России и российской в Киргизстане. Но есть одна тема, на которую я в заключении хотел бы остановиться достаточно подробно. Речь, как вы, наверное, могли догадаться, идет о совместной подготовке и праздновании 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Когда я говорю о совместной, я имею в виду не только двусторонние российско-киргизские мероприятия, хотя их будет проведено немало, можно сказать, много, но и совместное участие в праздничных акциях, которые будут организованы в рамках Содружества независимых государств. Еще 10 октября 2014 года на саммите СНГ было принято решение о принятии обращения глав государств, участников СНГ к народам государств, участников Содружества и мировой общественности в связи с 70-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этом документе лидеры наших стран не только призвали свято чтить память о погибших в борьбе против фашизма, проявлять постоянную заботу о сохранении и поддержании в надлежащем состоянии воинских захоронений, мемориальных комплексов и обелисков, не только указали на необходимость продолжения всесторонней заботы о ныне здравствующих ветеранах, но и выразили общую тревогу в связи с неснаблюдаемыми циничными попытками придать забвение уроки истории, уроки Второй мировой войны, дать искаженные нравственные правовые оценки ее итогов, уравнять в правах жертв и палачей, осквернить светлую память павших, реабилитировать нацистских преступников и колораборационистов, возродить теории расового и национального превосходства. Лидеры стран Содружества призвали не забывать еще один главный урок или, как говорится, цитирую в самом обращении «Великое наследие победы». В суровые годы войны на полях сражений на трудовом фронте ярко проявилась нерушимая дружба и высочайший патриотизм наших народов, завоевавших в едином строю общую победу. Именно это, по мнению глав государства СНГ, является сегодня важной духовной ценностью, нравственным ориентиром для послевоенных поколений по установлению справедливого и безопасного мира. Убедительной демонстрацией того, что обозначенные в обращении задачи, это не просто декларация о намерениях, а установка к практическим действиям, явилось утверждение на саммите СНГ 25 октября 2013 года плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 70-х годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Этот полноформатный комплексный документ содержит более полусотни конкретных мероприятий политического, организационного, воспитательно-патриотического, научно-культурного, социального и мемориального характера. К кульминации торжеств призван стать военный парад, посвященный 70-й годовщине победы на Красной площади в Москве, на которую будут приглашены лидеры стран СНГ и других государств, участников антигитлеровской коалиции, ветераны, труженики труда. Аналогичные военные парады пройдут и в столицах государств, участников СНГ, в том числе и в Бишкеке. Здесь, насколько мне известно, полным ходом идет подготовка к этому мероприятию. Это будет особенный парад, особенные мероприятия. Вы сами в этом убедитесь. Я бы мог, конечно, вам рассказать об этих действительно уникальных мероприятиях, которые пройдут здесь. Но Алмазбек Шершенчатамбаев просил раньше времени не выдавать секреты правительства Киргизской республики на этот счет. Еще одной важной политической акцией станет вручение всем ветеранам войны единой юбилейной медали «70 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Одним словом, 70-летие победы – это наш общий великий праздник. В заключении своего выступления хотел бы напомнить вам о том, что отсюда, из Киргизии, на фронты Великой Отечественной войны ушло 360 тысяч мужчин и женщин, девушек и юношей, и более 100 тысяч человек не вернулись в свои дома. А у нас в России, в Москве никогда не забудут бессмертный подвиг бойцов Памфиловской киргизской дивизии, который увековечен в гимне Москвы и в названии одной из улиц российской столицы. Вы сами, наверное, должны помнить, что именно Памфиловская дивизия явилась той преградой, которая не позволила немцам захватить Москву в октябре-ноябре 1941 года. Спасибо. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Сергей Маслов, за подробный и интересный доклад. На выступление затронул две, пока не буквально, вопросы в стране Санкт-Петербурге, международных отношениями с соблюдением Украины, а также становление Евразийского экономического союза и их респектирование, в частности, выступления Кыргызстана. Сейчас давайте перейдем к вопросу. Я вижу очень много желающих. Начнем. Аня здесь. Сино второй. Петин Эльвина. Меня зовут Сино. Я студент Академии России. Мой вопрос будет связан с таможенным союзом. Как вы думаете, не считаете ли вы, что одной из самых больших проблем в таможенном союзе является блокировка, можно сказать, торговая война между Белоруссией и, допустим, Россией, когда молочные продукты из Белоруссии запрещаются в России, и это, мне кажется, один из нарушений принципов таможенного союза. И не считаете ли вы этим, что это служит плохим примером для потенциальных кандидатов в таможенный союз? Евразийский экономический союз и тот же, скажем, Европейский союз – это интеграционное объединение, в рамках которого существуют единые стандарты, в том числе и в сфере эвотеринарии и в фитосанитарной сфере. Никто эти стандарты не отменял и никогда не отменял, потому что они обеспечивают личную безопасность людей, потребителей, продовольствия. И когда определенные продукты не имеют сертификатов или когда данные, указанные в сертификатах, не соответствуют действительности и продукты представляют угрозу жизни и здоровью потребителей, никто эти товары на свои рынки не пустят. Поэтому я бы не назвал войной вполне оправданные законные действия Роспотребнадзора по проверке качества вот этой молочной продукции белорусской. Кстати, и в прошлом были у нас определенные проблемы, если это можно так сказать, в отношении других видов продукции, которые производятся на территории Беларуси. Но мы проверяли и будем проверять качество этих товаров. Поэтому здесь, кстати говоря, определенный сигнал для киргизской стороны. Сейчас в рамках работы по присоединению Бишкека к ЕАЭС проводится значительная деятельность по восстановлению и переоснащению новым лабораторным оборудованием, лабораторий, которые занимаются контролем мясо-молочной продукции, которая производится здесь, в Кыргызстане. Как вы знаете, до последнего времени запрещен был экспорт киргизской мясной продукции на территорию Казахстана, ряда областей и России. Вот после того, как мы поможем Кыргизии восстановить все эти лаборатории, когда они начнут действовать, проверять эту всю продукцию, давать сертификаты, киргизские экспортеры получат полное право эту продукцию поставлять на территорию Казахстана, России, Беларуси. И я могу вас уверить, что эту продукцию давно мы ждем. Кстати говоря, в советское время, наверное, некоторые из вас знают, что такой крупнейший второй город в России по населению Ленинград полностью обеспечивался киргизским мясом. И жители Санкт-Петербурга теперь уже хорошо помнят вкус киргизского мяса и ждут этого момента, который, я надеюсь, наступит еще в течение этого года, этого лета, может быть даже. Ваши тесные, глубокие исторические и культурные связи, ваше беспокойство о населении, русскоязычном населении Крыма, русскоговорящих. Можно ли сказать, что те меры безопасности, которые были применены в Крыму, это единичный случай или трансформировавшаяся политика Российской Федерации. Стоит ли ожидать русским и русскоязычному населению других стран мира подобную же практику в своих странах? Спасибо. Вопрос такой будет с первого взгляда. Хороший. Она на самом деле провокационный. Я бы ответил на нее таким образом, что я хотел бы надеяться и уверен, что никто не станет убивать, насиловать и изгонять из своих домов этнических русскоязычное население, которого предостаточно на постсоветском пространстве. Я на сто процентов уверен, что в других наших братских республиках невозможны государственные перевороты с приходом к власти национал-фашистских сил. Вот мой вам ответ такой. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Терфуза, студентка Аркадемия Масьяна. Вы упомянули о том, что в 1954 году в Крыму уже 61 год прошел. Вы решили у Президиума Верховного Совета. Так же был фильм «Крым – путь в Родину». Сколько времени нужно для того, чтобы она не возвращалась в Родину? Или, например, если любой Советский Союз, то есть все страны Центральной Азии решат вернуться, сколько времени понадобится для того, чтобы, если они вернутся, не будут говорить о том, что они вернулись на Родину? Спасибо. Ну, во-первых, мы говорим о автономной республике Крым, на территории которой проводился референдум совершенно легитимно. Кстати, хотел бы, тут, наверное, вы же все международники, наверное, знаете, что, допустим, была провозглашена независимость Косова от Сербии, дай мне Бог памяти, в 1998 году, да? Тогда даже не было никакого референдума, и лидеры некоторых наших западных государств, к сожалению, об этом не знают. И их советники дают им вот справочки, которые не соответствуют действительности. В Косово никакого референдума не было. Там собрались албанские депутаты в отсутствие представителей сербского населения и провозгласили независимость Косова. Здесь же, в соответствии со всеми нормами международного права, на отдельной территории был проведен полностью легитимный референдум. Кстати, ну, это одна из коллизий современной политики, современного международного права. Вот эта коллизия между двумя принципами, которые провозглашены в Уставе ООН, принципом права нации на самоопределение и принципом территориальной целостности государств. До сих пор юристы, международники спорят, в какой ситуации и при каких условиях должен превалировать тот или иной принцип. Вы помните известное прение Владимира Владимировича Путина со своими коллегами, что является предлогом для гуманитарного вмешательства или предлогом для провозглашения той или иной территории независимым государством. И тогда Владимиру Владимировичу Путину, не буду говорить, кто сказал, наверное, тоже помните об этом, сказали, что все зависит от количества жертв. На что Владимир Владимирович сказал тогда, что мы должны были ждать, пока на территории Крыма убьют несколько сотен, несколько тысяч, несколько десятков тысяч человек для того, чтобы начать процесс проведения этого референдума. Поэтому, конечно, масса конфликтов и масса коллизий в этом плане. Вы знаете, что до сих пор неразрешенным остается Нагорно-Карабахский конфликт. И вот этот, его территориальным, наверное, мало назвать, недостаточно назвать спором между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах. Там, помимо всего прочего, линия разделения, линия перемирия, которая осталась с 1993 года, она захватывает помимо территории Нагорного Карабаха еще достаточно значительную часть территории Азербайджанской Республики. Всего, как говорят наши азербайджанские друзья и коллеги, 20% территории Азербайджана находится под оккупацией армянских сил. Но вот там, как бы в центре вот этой территории, которая является территорией, как говорят наши армянские друзья и коллеги, территории безопасности, до заключения соглашения и подписания мирного договора окончательного и получения международных гарантий на безопасность существования Нагорного Карабаха. Это как бы вот линия соприкосновения, фактически линия фронта будет сохраняться. Я сам принимал участие в этих переговорах в течение достаточно продолжительного периода времени с 2008 по 2011 годы. Хочу вам сказать, что все вот эти вопросы, связанные с межнациональным разделением, они очень чувствительны, они зачастую имеют такие глубокие исторические корни, что решить их в одночасье и подогнать нормы современного международного права под эти решения, а зачастую представляется, как принято сейчас говорить, «mission impossible». Поэтому, в общем, так сказать, и для нашей профессии, и для, конечно, наших коллег-юристов-международников работы на ближайшее будущее еще хватит, достаточно будет. Спасибо, мистер Аббасадор. Амар, от ОСЕА Академии. У меня есть вопросы о русском репетичном понимании в мире сегодняшний день. Что это означает, что, что это означает, это получает отражение от других стран, особенно в Европейской университете, не только в Крыме, не только в Украине, но и даже в Санкт-Петербурге, особенно в 25-летресвитии, которые были подписаны в Москве. Поэтому я хочу спросить, что Россия продолжается преимуществовать по-нестралийную политику Наши критерия являются очевидными. Номерный критерий номер один – это безопасность наших армии, представителей русской диаспоры и безопасность в регионе. Итак, если мы возьмем любые конфликты, то мы не были агрессивы, но мы были агрессивы. Мы были агрессивы от народа, от группы, от популяций, которые происходят быть агрессивами. Например, в СССР. И, despite all the verbal promises, the Georgian army started evident campaign of annihilation of the peaceful population in the south of the city. Remember the bloody conflict in Moldavia in 1992, when the liberated criminals, liberated from the prisons, criminals were sent across the Nisza river to conquer the Russian and Ukrainian populated areas of Transnistrian region. You can have the internet sources and read more carefully and thoroughly about the characteristic features of this conflict. But, of course, we hope that our partners in the West and European Union understand our reasons and our reasoning. What we are against is actually the double standards. Because we have evident examples of double standards in practically every conflict. If we take the situation, for example, in Sudan, if we take the situation in eastern Timor, if we take the situation in other hotbeds and conflicts in the West Africa, the Western community is giving vivid and nice and good examples of impartiality, of its desire to protect the civil population. If we take the situation, if we take the situation, and if we take the cases of south Assetia, the south eastern Ukraine, the Transnistria, it is evident that the eyes of certain politicians are suddenly become closed and nobody notices the evident violations of international law of human rights. I don't know. You are living in Bishkek. We have Russian channels here. And you could, I think, notice the direct consequences of bombardment by the Ukrainian regular army of the civil and peaceful cities of Ukraine, of the capitals of the region of Donetsk and Lugansk, seeing dozens, hundreds of people killed. So that is my answer. I think that we have a future for peaceful coexistence only if we have the common ground, the common understanding, and if we don't use the policy of double standards. And about the NATO alliance, you know that I was a witness of the negotiations dated back more than 25 years. First, all the things started in 1989 with the process of unification of two Germanys. And we were given iron promises that the NATO alliance not only move to the territory of the Warsaw Pact countries, but it will not even be moved to the territory of the former German Democratic Republic. And what we have now, as soon as we retreated our forces from the Warsaw countries, practically immediately started the process of adhesion of these countries to the NATO alliance. And not only that, then we had further steps when the Baltic states, former Soviet republics, joined the NATO alliance. It's not the Russian Federation, it's the NATO alliance that is moving to our borders and making every political and military analyst can show you that such a movement can be characterized as a direct threat to our security. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. You are right. Thank you. Thank you very much. серия нарушения прав человека в Крыму, особенно касательно крымских фатарок. Были закрыты аппетиты по изучению крымского языка в университетах. Также вы являли на то, что некоторые лидеры были преследованы по политическим причинам. Как вы прокомментируете такие институты? Некоторые лидеры по политическим причинам, это, наверное, Джамалов, скорее всего, речь идет о нем. Я хочу сказать, что автономная республика Крым, а потом просто Крым, сначала республика Крым, потом автономная республика Крым, потом Крымская область, она находилась в составе государства Украины с распадом Советского Союза. Будем вести отчет с 8 декабря 1991 года. То есть с даты подписания Беловежских соглашений. То есть откинем 23 года. За 23 года украинские власти, украинский парламент не принял ни одного законодательного акта, который декларировал бы права крымско-татарского населения. Не было предпринято ни одной акции для наделения крымских татар, которые возвращались, начали возвращаться еще во времена Советского Союза на территорию Крыма, по наделению их земельными участками. Российская Федерация сразу же приступила к конкретным действиям по обеспечению прав крымско-татарского народа. Крымско-татарский язык официально объявлен одним из трех государственных языков, которые действуют на территории Республики Крым, субъекта Российской Федерации. Что это значит? Это значит, что человек, который принадлежит к этому этносу, может прийти в любое государственное учреждение, написать заявление или потребовать справку на своем родном языке. Где это существует еще? В каком государстве постсоветском? Кроме Киргизии, где единственной республики, кстати говоря, где русский язык объявлен официально. В Казахстане русский язык не имеет официального статуса. Мы можем получить справки. Да, но русский язык не является официальным языком Республики Казахстан. Он не имеет такого статуса. Спасибо. Азор, студент Академии БСН. Я бы хотела сказать, что существует... Спасибо за лекцию в начале. И вообще существуют мнения... Существует мнение, что Кыргызстан, полностью вступив в таможенный союз, не сможет конкурировать с доминирующими региональными экономиками, потому что Кыргызстан ограничивается экспортом, как Вы тоже отметили, натуральных сырьевых продуктов, а не производственных продуктов. В этой связи будут ли в рамках таможенного союза в Кыргызстане создаваться совместные производственные предприятия для поддержки экономики Кыргызстана, чтобы она могла быть, чтобы она могла конкурировать на рынке. Спасибо. Ну, во-первых, это не совсем правда, что здесь не существует конкурентно способных предприятий. Здесь есть такое передовое предприятие, как Автомаш, в прошлом Автодормаш, который находится здесь недалеко, достаточно, наверное, километр-два отсюда. Но, наверное, самое передовое на постсоветском пространстве предприятие по производству аккумуляторов и другой автомобильной продукции. Аккумуляторов. Аккумуляторов, да, извиняюсь. И аккумуляторов, по-моему, тоже. В Турке производят радиаторы. А здесь не производится, да? У нас было три автомобиля, автосборочные, которые выпускали ГАЗ-53 и радиаторы. Потом построили всю дорожную технику, это другое. Ага. Вот. Поэтому вот эти радиаторы, они сейчас, последние, вот я говорил с директором, с генеральным этого предприятия, они начали уже массированные поставки радиаторов во Францию, в Германию и в другие страны Европейского Союза. Ну, как вы знаете, была в начале 90-х годов акция, когда за счет некоторых там кредитов, вливаний, значит, эти кредиты приходили с Запада, как вы сами понимаете, и давались они при условии остановления промышленного производства. И те 70 заводов, которые существовали на территории только Бишкека, были разрушены, остановлены. Вот. Легко остановить, но трудно восстановить. Поэтому, конечно, я уже в тексте своего выступления, если вы обратили внимание, говорил о том, что мы надеемся, что существующие здесь условия, а именно наличие, все еще наличие квалифицированной рабочей силы, низкая стоимость этой рабочей силы, то есть относительно невысокие заработные платы, относительно низкая, все еще ниже, чем на территории Казахстана и России стоимость электроэнергии, несмотря на ее там повышение в два с половиной раза. И плюс место в качестве, так сказать, транспортного перекрестка позволит Киргизии восстановить хотя бы часть своего транспортного, я извиняюсь, промышленного потенциала. А с завершением строительства гидрообъектов, гидроэнергетических объектов, по крайней мере, с вводом в строй в ближайшее время станции Верхнерго-Нарынского каскада ГАЗ, мы сможем иметь в течение всего года получение дешевой электроэнергии. Я уверен, что после введения Нарынского строя этого каскада гидростанции стоимость энергии и электроэнергии будет снижена, и не будет вот этих летне-зимних перепадов. Это позволит, есть интерес, безусловно, в том числе промышленный. Прежде всего, здесь задача стоит в том, чтобы не просто добывать недр разрабатывать, добывать золото, другие металлы, сурьму, редкоземы, а перерабатывать все это дело на месте. Хотя бы там первичную, вторичную обработку производить. Но этот вопрос не только экономический, технический, технологический, это вопрос и политический. Для этого руководство республики должно проявить недюжинную волю, желание и настойчивость. И, конечно, от этого будет зависеть решение проблем безработицы. Я думаю, что вряд ли, конечно, вот так просто киргизы едут на заработки в Россию и Казахстан. Если бы они могли найти работу по своему желанию, по своей квалификации здесь и получать достойную зарплату, они наверняка оставались бы на родине. И, во всяком случае, вот то, что происходит в рамках Европейского экономического союза, все эти процессы, они, я думаю, позволят, ну, не знаю, какому проценту родовых мигрантов из Киргизии вернуться на родину и найти здесь достойную работу и достойный заработок. Не будем забывать об этом. потому что едут для того, чтобы получить деньги, для того, чтобы кормить своей семьей, своих родных и близких. Спасибо большое. На этом мы заканчиваем уже пять часов. Если у вас остались вопросы, я не знаю, нужно догнаться следующего шанса, возможности. Господин посол, выражаем благодарность за подробный ответ на каждый вопрос. И надеемся, что такое сотрудничество будет продолжаться в будущем. Спасибо аудитории за ваше участие, активные вопросы. Спасибо большое, господин посол. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо.